Привет, мультимедийные! Недавно в моем телеграм-канале «Спроси Силантьева» мне задали вопрос. Оксана, а есть ли какие-то упражнения, которые позволяют научиться или позволяют тренировать умение ясно излагать мысли в тексте? Я вам покажу те приемы и те упражнения, которые практикую я, а вы уже дальше смотрите, какие из них вам подойдут. Важный дисклеймер. Ясность в тексте – это всегда результат. Результат ясности в голове. Потому что если вы сами не разобрались, о чем вы пишете, какие там есть взаимоотношения между персонажами, героями вашей истории, если вы не упорядочили факты, вы сами не понимаете, что происходит, естественно, никакой ясности в тексте не будет. Поэтому сначала наводим порядок вот здесь, а затем уже находим способы, как это выложить в текст. При этом, да, под текстом мы понимаем не только публикацию в газете или в журнале, или на сайте. Тексты – это и сценарий для Ютуба, это и тезисные планы подкаста. Вообще, под словом «текст» мы очень широко понимаем любой медиаконтект. Когда наши мысли четкие и структурированные, то уложить их на бумагу или на экран становится гораздо проще. Когда мне нужно разобраться в сложной теме, я призываю маленьких человечков. Ну, не ржите только, да, вот они. Вот, посмотрите, сколько их у меня. Ой, еще вот здесь вот у меня эти человечки. Маленькие человечки – это мой рабочий инструмент. Играя с ними, я визуализирую ситуацию, в которой я пытаюсь разобраться. Например, вот это у меня мэр, а это начальник департамента жилищного строительства. Разыгрывая сценки с ними, я восстанавливаю логику действий людей, вовлеченных в ситуацию. Все, что в нашем социальном мире происходит, особенно то, о чем пишут журналисты, это всегда результаты действия людей. Ну, или их бездействие. Научиться думать субъектами действия и глаголами, на мой взгляд, это один из ключевых навыков журналиста, да и в принципе любого человека, который работает с контентом. Кто что сделал, кто кому что сказал, кто подписал этот документ, кто отдал распоряжение снести дом, кто последовал этому распоряжению, кто проигнорировал или спрятал свидетельство, в результате чего кто как пострадал. Кто кого обманул, кто инициировал какую классную штуку, кто присоединился, кто чем помог, кто написал письмо, после чего кто каким образом откликнулся. По сути, это похоже на театральную пьесу, где вы драматург, который расставляет персонажей по сцене и вкладывает в их уста конкретные реплики. Отличие от театральной пьесы будет только в том, что вы работаете с документальным материалом и не придумываете, что говорили те или иные персонажи или что они делали. Вы ищете, докапываетесь, а как оно было на самом деле. Важно перестать мыслить предложениями без субъекта действия. Ну типа снесли дом. Такого не бывает. Всегда кто-то конкретный снес дом. Почему он это сделал? Потому что ему кто-то дал распоряжение. Кто был этот человек? Когда это распоряжение было выписано? Соответствует ли оно законодательству и правилам? Мы ищем всегда кто что сделал, и это является основой журналистики. Нужно думать максимально конкретно. Кто именно снес? Когда? Какими средствами? Кто отдал распоряжение это сделать? Имел ли он на это право? Какими документами рекламентировался снос? Соответствует ли этот документ статусу здания? Кто конкретно не проконтролировал соответствие документов или закрыл глаза на это несоответствие? Это помогает восстановить цепочку событий и понять, а что же на самом деле произошло. Из этого вытекает второй метод. Восстанови хронологию. Таймлайны мы используем часто для того, чтобы показать нашей аудитории, как разворачивались события во времени. Очень мощный формат, всячески рекомендую. Таймлайны помогают показать события связанными, а не разрозненными, как обычно мы их воспринимаем в лентах новостей. Но мы забываем, что таймлайн – это еще и мощный инструмент для внутренней работы, для работы редакции и журналиста. Он помогает понять последовательность событий, увидеть, какое событие произошло вслед за каким, и увидеть связи между ними, возможно, корреляции, или какие-то найти интересные совпадения. В нашем хаосе информационных сообщений иногда даже просто упорядочивание этих событий во времени дает инсайты. Для того, чтобы сделать таймлайн, который упорядочит вам представление о той теме, о которой вы пишете, я всячески рекомендую использовать стикеры. Можете цветные, они глаз радуют, а можете просто бумажку А4 на запчасти разорвать. Важно не то, как стикер выглядит, а важно, какую роль он сыграет вам в упорядочении событий. Что мы делаем? Мы берем каждое событие, каждый факт, все, что мы знаем, и записываем на стикеры. Один факт, один стикер. Мы размечаем, когда это произошло, кто что сделал, помните, да, и ставим метку, когда что произошло. Затем мы это выкладываем на таймлайн. Мы можем разложить это даже на несколько уровней, где одним цветом или на одной линейке будут находиться события, которые связаны с одним персонажем, с одной компанией, с одной организацией или какой-то одной темой. А на другой слой мы положим другие материалы, либо то, что связано с другими персонажами, героями нашей темы. И мы можем увидеть, возможно, какие-то совпадения, какие-то последовательности. Не факт, что это доказано. Тут есть ловушка, что мы можем посчитать, что мы нашли причину и следствие, а это просто бывает совпадение по времени. Но в этом и есть наша задача проверить вот эти гипотезы. Это совпадение или это причинно-следственная связь? Как только вы находите эти связи, вы начинаете глубже разбираться в той теме и в той истории, в которой пишете. Иногда события могут происходить просто параллельно. Это наша задача, наша профессиональная обязанность найти. Это просто совпадение, корреляция или причинно-следственная связь. Для анализа связанности существует еще один инструмент – визуальные стены. Наверняка вы видели такие штуки в сериалах и фильмах. Визуальная стена помогает увидеть связи между людьми, событиями и различными фактами. Самое главное в нашей практике, не в фильмах, это не размещать просто эту визуальную стену в качестве декорации, а реально ей пользоваться. Все факты, документы, наблюдения, заметки, фотографии мы вывешиваем на эту стену и пробуем разместить их так, чтобы связи были более очевидны. В этом обзорном ролике я, наверное, не буду сильно останавливаться на этой технике, потому что там много чего есть. И если вас эта техника заинтересовала, то просто напишите в комментариях, я сделаю отдельное видео на эту тему. Скажу только, что когда вы работаете над большой темой, ваш мозг не в состоянии удержать все факты, которые вы собрали, все заметки, которые вы делали, все документы и все детали. Поэтому мы выкладываем, выгружаем все из мозга, кладем это либо на большой стол, либо на большую доску, и мозг наш начинает видеть связи между тем, что он наблюдает перед собой. Удержать и общую картинку, и фокусироваться на каких-то деталях нашей оперативной памяти вот здесь вот не хватает, к сожалению. А визуальные стены помогают вам легко переключаться между общим планом, вы можете сделать шаг назад и посмотреть на общую картину, и переключиться на какую-то деталь, на какой-то фрагмент, на какие-то конкретные отношения, в которых вам нужно детальнее разобраться. Извечный вопрос. Оксана, что почитать? Давайте в этом смысле задумаемся, а кто еще решает похожую проблему, как разобраться в вопросе, и потом ясно и понятно его объяснить какой-то аудитории. Конечно же, это учителя и преподаватели. Ну, в смысле, хорошие учителя и хорошие преподаватели. Поэтому я всячески призываю использовать опыт соседних индустрий, соседних сфер жизни, потому что многие проблемы, которые мы решаем сейчас в медиа, уже решены где-то в других местах. Поэтому в этом контексте я рекомендую в первую очередь книжку, которая называется «Визуальное мышление». Она больше ориентирована и на менеджеров, на педагогов, на тех людей, кому необходимы сложные концепты каким-то образом объяснять людям. Поэтому, вот видите, полезная книжка, кучу всяких разных закладок я тут сделала. И на странице 83 здесь есть глава, называется «Шесть способов видеть». Это как раз то, с чего бы я порекомендовала начать. Есть еще одна книга, которую тоже рекомендую, она прям вот совсем для учителей, называется «Искусство объяснять». В этих книгах есть масса упражнений, которые необходимо делать для того, чтобы вот развить свое умение, сложные концепты раскладывать на запчасти и объяснять их человеку, который в них ничего не понимает. Когда я сама работаю над сложными темами, я прохожу три этапа. Первый – это вот, собственно, разобраться самой, то, о чем мы говорили до этого момента. Затем я призываю свежую голову, и только после этого я сажусь за какой-то черновой текст, как я буду рассказывать эту историю другим людям. Свежая голова – это человек, который не был покружен в исследование или расследование той темой, которой вы занимаетесь. Это человек, который ничего не знает о той истории, которую вы пытаетесь рассказать. Поэтому называется «Свежая голова». В «Свежей голове» мы представляем никакой не текст, который мы будем публиковать. Мы рассказываем именно то, в чем мы разобрались. Мы рассказываем историю, мы рассказываем ситуацию. Кто что сделал, кто как вовлечен, кто где, с кем связан. Задача свежей головы, поэтому это должен быть человек, ну, более-менее критически умеющий мыслить. Задача свежей головы – увидеть несостыковки в ваших выводах, увидеть, где пропущены какие-то аргументы, либо где ваши выводы кажутся, ну, излишне спонтанными и эмоциональными. Вы можете посмотреть, как работает метод свежих голов, ну, например, в сериале The Newsroom, служба новостей. Там в одном из эпизодов группа журналистов разделилась на две части, группа А и группа Б, и между ними выстроена так называемая китайская стена. Это договоренность, что никакие документы, никакие материалы, никакая информация не проникает от группы, которая занимается расследованием, вот не проникает наружу. И вот группа А занимается, копает, интервьюирует, собирает документы, рисует схемы, делает визуальные стены, раскладывает события на таймлайне. Вот это все они делают. Когда команда А считает, что она разобралась в теме, они приглашают команду Б и презентуют им результаты расследования. Есть же еще метод вопросов. Совсем забыла, но потому что он просто базовый корневой, я с ним просыпаюсь. Но он такой кардинальный и основной, что, наверное, он достоин отдельного ролика. Запишу отдельный ролик. И вот уже после того, как я разобралась со сложной темой и навела порядок у себя в голове, и я понимаю, что происходит, кто вовлечен и какие взаимоотношения между героями этой истории, после этого с помощью метода мультимедийных раскадровок я уже проектирую весь материал. Опять же, это может быть и газетная публикация, и материал в журнал, и интернет, лонгрид, сценарий видеоролика без разницы. Любой контент состоит из нескольких структурных элементов. И совершенно не обязательно аудитории рассказывать эту историю в хронологическом порядке, когда что началось, куда пошла красная шапочка и так далее. Нет, мы выстраиваем драматургическую структуру совсем по-другому, не так, как мы это выстраивали на уровне понимания темы. Но это прям точно отдельный ролик, надо будет отдельно с этим заниматься. Пишите в комментариях, если вам такой метод раскадровок интересен, вы хотите посмотреть на него в действии. Ну вот, наверное, ключевые упражнения, ключевые тренировки я вам рассказала. Это то, что помогает мне. Выбирайте методы, которые вам интересны. Но знаете, наверное, вот еще один важный дисклеймер. Очень часто люди ищут еще какие-то более новые тренировки, еще какие-то более новые форматы. Лучше владеть четырьмя-пятью инструментами и делать это хорошо, чем гоняться за новыми какими-то приемами, новыми какими-то техниками, не освоив базовые и доказавшие свою эффективность. Надеюсь, это все было вам в какой-то степени полезно. Думайте мультимедийно, задавайте вопросы. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok